Гриша, кстати, к нам, чтобы попасть в наш лагерь, добирался к нам аж из Индии. Представляете? Чтобы попасть в наш лагерь. Гриша, класс, что с нами. Дай тоже мне опять ощущать. Огонь. Ты сразу пошел, что ли? Спокойно. На ум уфова! Вот такие вот они красивые фандеры получились. Спокойно. Классно, да? По фандерам. Продолжение следует. 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 красиво. Миша, как ты? Супер классно. Тебе нравится это задание? Да, классно. Я тоже очень. Пройдешься как-то. Как тебе смена вообще? Супер. Особенно Крабачка с Елисеем. Это было супер. Надо больше тренировок с Елисеем. Елисей обещал подумать про то, как он будет вести тренировки. Пионеры, вот они. Тренеры уже там думают, что дерево похоже на шишку, а шишка на дерево. А вот про тренировки думают. Мы пойдем. Елисея привезем, он там недалеко же. В общем сложно, это не значит плохо. Периодически мы попадаем в какие-то трудные жизненные ситуации и думаем, вот трудно, как бы там сделать полегче. Это естественно думать, как сделать полегче. Не всегда, когда тебе тяжело, надо это прямо справлять. Тяжелая тренировка, это же хорошо, если ты после нее отдохнул. Я сейчас залез на голову специально для того, чтобы меня не достал Рафаэль. И сделал какой-то неудачный ракурс опять со мной на любитель. На самом деле он меня спрашивал про то, почему выписка с креативными заданиями с утра, как бы чекаут для детей, это не издевательство над детьми. Почему так? И прикол в том, что я очень люблю, когда сочетаются такие вещи, как то, что все вместе что-то делают. С одной стороны, роды. Да, да, да. Все вместе косячат ночью или вместе делают роды. Какие-то штуки надо делать вместе. Но при этом это сочетается с тем, что у каждого немного свой путь. То есть, кто-то на горе, кто-то здесь. Мы делаем вместе одно дело, но испытания у каждого немного свои. Это очень классно отражает историю. Еще очень хорошо, вот тут нам, например, свои темы. Мы на горе, и мы думаем про то, что, конечно, на горе, во-первых, очень прикольно, что есть вот там весь лагерь. Вот здесь это плохо видно, но условно ты весь над ним, ты его контролируешь и теперь такой возвышаешься. И вторая тема, что лес такой бескрайний, бесконечный, как говорит Кирилл. Что ты еще говоришь, Кирилл? Просто говорю, лес бескрайний. Я научился плавать в этом лагере. Плавать? Да. Серьезно? Да. Вообще, очень здорово. Вау. Теперь ты умеешь плавать? Да. Алексей Гоша говорит, что научился плавать в этом лагере. А я понял. Я тоже научился. Мы закрываем основную смену. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спасибо. Спасибо.